Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Юлия Мнацаканова. О главных событиях, происходящих в России и мире, расскажем прямо сейчас. Я и мои коллеги подготовили подробный обзор этой среды. Европейская тьма. Обнаружено фото подозреваемых смертников в аэропорту Брюсселя. Без фамильярности кубинский лидер дал жесткий отпор Бараку Обаме. Профилактика наводнений. В регионах России спасатели закладывают взрывчатку под лед. Принц танцует и поет. В Непале принц Гарри поддержал людей своим оптимизмом. Весь мир сейчас озадачен вопросом активной борьбы с терроризмом и событиями, которые произошли в Брюсселе вчера, в черный вторник, как его уже назвали власти Брюсселя. Прокуратура Бельгии представила снимок с камеры Брюссельского аэропорта. На нем предполагаемые организаторы двух взрывов, которые прогремели в зале вылетов главного терминала во вторник. Погибло по меньшей мере 10 человек. Федеральный прокурор Федерик Ван Лев сказал, что двое из мужчин на снимке подорвали себя. Третий в шапке и светлой курке скрылся. Его активно ищет полиция. В частности, в коммуне Схарбек, где началась спецоперация, еще один взрыв произошел в вагоне метро в районе станции Мальбек в утренний час пик. Там погибло около 20 человек. Ответственность за теракты взял на себя ИГИЛ, заявив, что бомбу в метро также активизировал смертник. Не знаю, как мне оставаться спокойной, дышать легко и справиться со своими переживаниями. Я шокирована, как и все остальные, из-за очередной террористической атаки. Мы себе говорим, ну вот, теперь это случилось в Брюсселе. Это очень серьезно, и в первую очередь начинаешь переживать о самых близких, о семье. Пытаешься узнать, все ли с ними в порядке. Сегодня стало известно, что водитель, который подвозил террористов, заметил у них подозрительную сумку и позвонил в полицию. Узнав о произошедших в аэропорту терактах, он позвонил в полицию и дал ей наводку о багаже, в котором могла содержаться бомба. Террористы попросили шофера взять еще больше багажа, однако тот им отказал. Одно издание утверждает, что если бы таксист согласился, то в городе прогремели бы новые взрывы. Благодаря этой информации, сражи порядка предотвратили третий взрыв в аэропорту. В знак солидарности с Бельгией в нескольких городах мира были приспущены флаги на государственных учреждениях, среди них Лондон и Вашингтон. Цветами бельгийского флага также подсветили Эфелеву башню в Париже, Броденбургские ворота в Берлине и знаменитый фонтан Треви в Риме. Во время турне Барака Обамы на Кубу, кубинский лидер Рауль Кастро не позволил президенту США похлопать себя по плечу. Видеозапись инцидента на совместной пресс-конференции глав государств опубликована на Ютубе. Визит Обамы завершился 22 марта. В аэропорту Гавана его провожал Рауль Кастро и глава МИД Кубы Бруно Родригес. Остров свободы президент США покинул после того, как в сопровождении кубинского лидера просмотрел бейсбольный матч между сборной Кубы и командой Tampa Bay Race. Посещение Обамы Кубы стало первым визитом действующего американского президента на остров за почти 90 лет. Владимир Путин призывает эффективно бороться с терроризмом. И это можно сделать только объединенными усилиями. События в Бельгии внесли некоторые коррективы в повестку двухсторонних переговоров российского президента с коллегой из Финляндии. Он приехал с визитом по приглашению Владимира Путина. В начале встречи лидеры выразили солидарность с жителями Бельгии, переживающими трудные минуты. Ну и у дальневосточных и сибирских спасателей начинается горячий сезон. В регионах прогнозируют сильное половодие. В опасной зоне более тысячи населенных пунктов, которые могут оказаться под угрозой затопления. Сейчас во всех районах ведутся круглосуточные мониторинги. Сформированы около 30 подводных групп. Сколько заложить взрывчатки рассчитывают по формуле. Учитывают толщину льда, скорость течения реки, влажность воздуха и даже время суток. Получилось, что в каждую из 10 лунок нужно заложить по 5 килограммов взрывчатки. Тротиловые шашки связывают между собой. К ним подвешивают груз, устанавливают электродетонатор и отпускают под воду. Основные части льда превращаются в разрушительные льдины. Как бы разработчик не разработал мост, не укрепил его на основании, в любом случае природа дает о себе знать. В прошлом году в Якутии заторы образовались там, где река Алдан впадает в лену. Вода успела затопить несколько домов. Специалисты МЧС в Устье заложили почти 9 тонн взрывчатки. 12 населенных пунктов были спасены от серьезного наводнения. Подводный взрыв льда считается хоть и радикальным методом, но самым эффективным. А если лед тронется и выйдет? И выйти из него будет нельзя. Военные готовы подрывать его на расстоянии с помощью минометов. В труднодоступные места готовятся вылетать бомбардировщики Восточного военного округа. На контроле в МЧС России находятся 92 реки, на которых возможно заторные явления. Все эти участки, исходя из среднемноголетних значений, нам известны. Их порядка 280. Поэтому по всем этим участкам ведется постоянная работа по съему показателей. Реки Приморья уже благополучно освободились ото льда. Еврейская автономия, Амурской области и в Хабаровском крае опасный сезон в середине апреля, в Якутии и в северных регионах Дальнего Востока в начале мая. Китайские разработчики сконструировали первый в мире умный автомобиль, который соединен с интернетом. Эту новинку представят общественности в апреле 2016 года. О новом умном автомобиле пока известно немного. Машина включит в себя компьютерные технологии, датчики, искусственный интеллект и автоматическую систему управления. Автомобиль разработан на базе операционной смарт-системы, которая в том числе включает права на владение интеллектуальной собственностью. Разработанная система предполагает непосредственное взаимоотношение между человеком и машиной, двумя машинами, машиной и инфраструктурой, дорогой. Внутри автомобиля будет установлена электрическая батарея, как источник питания. Один из вариантов также предусмотрена гибридная версия и на бензиновом моторе. Разработчики предполагают, что по достижении пробега 160 тысяч километров мощность аккумулятора не упадет ниже 80%. Британский принц Гарри находится со своим первым визитом в Непале. За несколько дней пребывания в стране он успел и встретиться с президентом, и пообщаться с жертвами прошлогодних землетрясений, и потанцевать традиционные непальские танцы. Ну и многое другое. Визит приурочен к 200-летию Непало-британских отношений. Еще одна цель приезда Гарри – напомнить мировой общественности о пострадавших в ходе землетрясений в апреле и мае прошлого года. Эти люди по-прежнему нуждаются в международной гуманитарной помощи. Для принца подготовили обширную культурную программу. Также Гарри встретится с семьями гурхов, непальских добровольцев, с которыми он вместе служил в Афганистане в рядах британской армии. Знаменитый французский экстремал Ален Робер совершил новое восхождение на небоскреб. Человеку-пауку покорилась башня Тотал в деловом районе Парижа. Впрочем, уже в пятый раз с 1994 года. Высота небоскреба – 187 метров. Верхолаз, как обычно, работает без страховки. Нынешнее восхождение 53-летний Робер посвятил проблеме выпадения волос. 24 марта во Франции отмечают Национальный день облысения. Несколько лет назад Человек-паук и сам перенес операцию по пересадке волос. Когда видишь, что потребовалось 4 месяца, чтобы поймать парня, который мог быть зачинщиком атак 13 ноября во Франции, то Национальный день борьбы с облысением действительно кажется немного несерьезным. На счету Робера покорение около 130 высотных зданий по всему миру. И в этот раз на крыше Человека-паука по традиции поджидала полиция. Его забрали в участок для допроса, после чего отпустили. И британская компания сделала из офиса настоящий цирк. Ведь не в каждой компании разрешают покататься по офису на велосипеде. А это офисное здание не совсем обычное. Сотрудники компании по разработке программного обеспечения в Ливерпуле окружены яркими декорациями, красивыми зеркалами и фигурами животных в реальную величину. Они проводят встречи на стульях-качелях или отдыхают в не совсем обычных креслах. В секторе произошли урезания. Настроение у всех было не очень хорошее. Идея цирка родилась в то время, когда мы хотели вдохновить всех, принести положительные эмоции, а также показать, что иногда нужно придумать что-то необычное, особенно в свете недавних урезаний. Встречи персонал может проводить в фургоне, на колесах или в стилизованном шатре переговорные. Презентации проходят в бассейне из шариков. У нас очень много помещений для переговоров. Это одна сторона. А еще отлично, когда в офисе много интересных вещей. Например, у нас есть машина для попкорна. Мы можем ее использовать. Компании также говорят, что благодаря новому дизайну у них появились дополнительные клиенты, которые просто захотели прийти и посмотреть на весь этот цирк. В Новосибирске прошла выставка рукоделия. О том, как из обычного пряника сделать произведение искусства и как вышивают шедевры, расскажут наши корреспонденты. В Новосибирском выставочном зале «Экспоцентр» прошла международная выставка рукоделия «Хобби тайм». На ней были представлены работы мастеров из многих городов России и СНГ. Здесь можно найти работу для рукоделия разнообразных направлений. От кулинарного искусства до вязания и вышивания. Сегодня я представила свою продукцию как заварной медовый пряник. Очень по старорусским рецептам долго я искала вот этот рецепт и наконец-то я к нему пришла. Ароматнейший русский медовый пряник сделан по старым рецептам. Пожалуйста, приобретайте мои пряники и добро пожаловать на выставку «Хобби тайм». Свои работы и товары для производства демонстрировали не только частные представители, но и магазины разных масштабов. Каждый мог найти интересующую сферу деятельности и изучить необходимую информацию, а также поучаствовать в мастер-классах. Выставка «Хобби тайм» проходит в Новосибирске уже четвертый год подряд. Мы собираем сюда компании, которые занимаются различными товарами для рукоделия. В этом году у нас более ста участников на выставке из девяти городов России. Мастера, частные мастера, которые представляют изделия ручной работы совершенно разного, очень широкого спектра. Выставка «Хобби тайм» предлагает возможности тем, кто хотел бы превратить свое хобби в профессию. Благодаря таким проектам любое рукоделие может стать произведением искусства. Валентина Чичулина, Иван Колесников. Специально для ТБН. Время поговорить о культуре. Я, как всегда, передаю слово Анне Коваленко. Она уже готова поделиться новостями. Специальная акция «Ночь театров» пройдет в рамках Московского культурного форума 2016, которая будет посвящена Всемирному дню театра 27 марта, сообщает ТАСС. Как сообщают организаторы, прямо на территории манежа будет зал, поставлены кресла, и можно будет посмотреть самые разные спектакли. Они начнутся поздно вечером, а некоторые будут и в два часа ночи. Специально для тех, кто любит такие акции. Первым гостям форума будет представлен перформанс костюмов из опы «Щелкунчик» театра «Новая опера» имени Евгения Колобова. Продолжит «Ночь театров» Московский театр имени Маяковского с фрагментами из премьерного спектакля «Кавказский меловой круг» и театр «Школа современной пьесы» и многие-многие другие. Московский культурный форум организован Департаментом культуры города Москвы. Посетители увидят инновационные решения из практики библиотек, музеев и других учреждений культуры. За три дня в Манеже будут представлены более 500 организаций. Пройдет свыше тысячи презентаций, мастер-классов и творческих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова